в этом году вот мы это афишировали мы начали писать статьи и мы говорим значит что мы будем создавать технологии нефтепереработки под землей давайте вот перенесем нефтепереработку под землю о как да то есть пробуем там скважины сеть там скважин там сделаем разные там мероприятия запустим катализаторы там энергию там возьмем из пласта из самого же пласта то есть скажем будем окислять нефть до энергию вот этого окисления нефти накращаем катализатор который начнет окислять нефть энергия выделиться мы запустим там воду пар сделаем там катализатор запустим который крекинг запустить. В принципе, это некая фантастика. Вроде бы давление есть, да, там давление и температура есть. Подробная тема. Да, это действительно такая фантастическая идея, но в принципе она не такая новая. Несколько компаний этим занимается. Вот компания Shell, например, этим занимается. Вот в этом году они в начале года приезжали, мы с ними встречались. Специально была такая встреча проведена. Они предлагают свою технологию такую. Мы предлагаем свою технологию. Мы говорим, вот надо бурить скважины горизонтальные тоже, да, и фактически делать гидроразрыв, закачивать катализатор, потом закачивать воду, потом закачивать другой катализатор, и фактически потом делать еще один гидроразрыв, еще один секционный. То есть это целая система такая. Вот мы и таким образом мы хотим, например, вытащить из подземли 80% нефти. Сегодня кином там 20-30-40% может составлять, в лучшем случае. Мы говорим, кин – это мало, нужно 80%, можно 90%. Есть объекты, где можно кин сделать больше 100%, например. Как не может быть? Это же личный двигатель, да? На самом деле это тоже возможно. Например, в тех же самых домонекитах, где нефти нет, можно, нагревая из этого керогена, создать синтетическую нефть. То есть там нефти не было, можно ее генерировать. То есть он там додреет и станет? Додреет, да. То есть можно, скажем, закачивать эту энергию, например, можно что-то поджечь там, да? Это будет нагреваться. В итоге эта нефть из керогена образуется прямо вот в этом процессе. То есть ее там не было, будет. То есть даже такие процессы есть, да? Эти, кстати, технологии вот для Баженовской свиты разрабатываются. Мы тоже в этом процессе участвуем. То есть вы участвуете в разработке Баженовской свиты? Ну, не то, что вот мы сейчас, у нас сейчас есть проект с компанией РИТЕК, который занимается вот термогазовым воздействием, так называемым, да? То есть они закачивают в этот пласт воздух, значит, кислород, по сути дела, да? Начинается окисление, возникает некий фронт горения, который создает высокое давление. Этот фронт движется, и он выталкивает вот эту всю достаточно легкую нефть, он выталкивает. Там давление низкое, температура не там 100 с небольшим градусом. В итоге температура поднимается там до 350-400 градусов, возникает огромное давление. Эта вот нефть начинает быстро-быстро двигаться и начинает добывать. То есть вот эти десятки миллиардов, это в принципе не такая отдаленная экспертиза по Баженовской свиты? Ну, знаете, ну, не скажу, что это очень быстро будет делаться. Тем более, что все же определяется ценой нефти и теми запасами, которые сегодня существуют. Когда запасов станет меньше и меньше, да, цена на нее естественно поднимется. Вот тогда возникнет возможность экономическая эти технологии продвигать и реализовать, и совершенствовать. Сегодня, к сожалению, пока вот такой потребности нет. Сегодня есть другая нефть, которая может легче добывать, понимаете, дешевле добывать. Поэтому, значит, мы участвуем в проекте по отслеживанию этого фронта. Где же находится этот фронт? Вот вы качаете воздух, он сюда пошел огонь или сюда пошел огонь. Вы же не знаете, где у нас скважина будет добывающаяся здесь, или вы пробурили добывающуюся скважину здесь, а у вас огонь туда пошел. Он там, конечно, давит, там где-то выдавливает, но у вас лучше пробурить нужно было добывающуюся скважину там, чем здесь. То есть, это довольно сложный процесс. То есть, опять-таки, посмотреть, куда это движется, вот этим мы занимаемся. То есть, вот технология. По сути, это часть той технологии, которую мы называем нефтепереработка под землей. Но наша фишка стоит не только в мониторинге. Мы научились узнавать, где находится паровая камера, где находится фронт горения. Кроме того, мы еще разрабатываем несколько катализаторов для этого процесса. Вот катализатор окисления, например. Если его закачать пласт и задуть в воздух, то пласт загорится не только в том месте, где скважина стоит, или там немножко подальше, а загорится везде. Куда попал катализатор, пласт загорится везде. То есть, это тоже меняет, это некая такая маленькая революция в области подземного горения. Потому что подземное горение, оно им тоже имеет историю, более полувековую историю. Просто сегодня этот метод имеет совершенно определенные объекты, которым он применим. То есть, есть определенные объекты, которыми этот метод применим. Его нельзя применять в ашачах, потому что это опасно, экологически опасная вещь. Канадцы в свое время это применяли, у них было несколько таких кастров произошло. Слава богу, там никто не живет. Хотя у нас этот опыт тоже есть, он был очень позитивный, интересный опыт был. Так не в свое время такие вещи делала, экспериментировали. Вот на Кармальском месторождении поджиг был. В 80-х годах. Да, да, это было. И этот опыт очень нам пригодился, он очень интересный. Вот мы закупили такие приборы. Мы сейчас заканчиваем изготовление такой, так называемой, трубы горения такой, в которой мы будем это экспериментировать. Но сегодня в Татарстане эти объекты пока не совсем выгодно применять этот метод подземного горения, потому что у нас таких объектов нет. Для Баженовской свиты вероятность всего, что это очень интересно будет. Вот то, что сейчас Ритек делает. Но такие проекты очень многие используются за рубежом. Это Венесуэла и особенно Китай. В Китае десятки таких проектов делаются, добываются миллионы тонн нефти, используя эти технологии. И когда мы говорили об этом, то мы говорили, что мы будем работать не только в России, конечно, но наши рынки, наши студенты будущие, наши носители, наши технологии, они живут не только в России, но они живут в Латинской Америке, в Канаде, в Индии, в Китае, в Турции. То есть вот страны, которые обладают самыми большими запасами, например, половина мировых запасов вязки нефти, больше половины даже мировых запасов вязки сверхсвязкой нефти лежит на очень маленьком пятачке Венесуэлы и Колумбия. То есть в каком-то будущем почти вся нефть будет добываться оттуда. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова